Приветствую вас, жители Земли! Меня зовут Настя, и это мой канал Мобзорка, где я обозреваю игры, привлекшие мое внимание или давно поселившиеся у меня на телефоне. И сегодня я расскажу про игру, которую я решила поиграть на моем чувстве ностальгии, но даже не уверена, получилось у нее или нет. Называется она Лемминги, и сразу предупреждаю, играть стоит без интернета, так как реклама есть контекстная на уровнях, и после каждого этапа ролик выскакивает. И тут даже нет минимальной покупки в стандартные 75 рубля, чтобы отключить рекламу, и даже если у вас есть VIP, у вас все равно будет реклама, насколько я поняла. Но все решается отключением интернета, главное отключить его до того, как запустите игру. Предыстория такова, что в феврале 1991 года выпустили игру Лемминги. На 120 уровнях, хотя я помню, что на 3DO проходило все 100, на 120 уровнях вам надо провести толпу Леммингов к выходу, так как они решили переселиться. Но они умирают постоянно, и тут в дело вступаете вы. Очень интересная головоломка стратегия в реальном времени, с возможностью назначить 12 профессий вашим Леммингам, которые впоследствии портировали на огромное количество устройств, сделали кучу спин-оффов, ремейков и прочего-прочего. А теперь про мобильную игру. Она вертикальная, на русском языке. По сюжету Лемминги радостно пляшут и веселятся на своих планетах. Но что-то случилось, планеты разрушены, и Лемминги опять в движении. Глобальная цель игры – это восстановить планеты. Прогресс данного восстановления зависит от количества спасенных Леммингов. Цель уровня обычно – спасти минимум 15, в идеале 20-25 Леммингов. С каждым этапом количество будет расти, до скольких даже не знаю. Вот знаете, как в покемонах – собери их всех. Вот в Леммингах лозунг другой – спаси их всех. Но, как и в покемонах, всех не получится. У меня есть подозрение, что уровни генерируются случайным образом. А еще включают себя ловушки, которые никак не избежать. И происходит все, как в том меме, где пацана пугает неумолимый марш времени, ведущий нас к неименуемой гибели. Хотя, конечно, с ловушками можно заполнить длительность их активации и успеть вовремя остановить Леммингов, поставив остановку. Также, если это циркулярная пила, то достаточно просто раскопать под ней яму и выстроить лестницу. Благо, как в оригинале, здесь нет ограничения по времени на уровнях. Так вот, игровой процесс сделан достаточно неплохо. Вместо того, чтобы тратить энергию на заход в уровень, вы тратите энергию на действия для ваших Леммингов. Всего в игре из 12 профессий осталось всего лишь 5. Две лестенки, остановщик, лопата, зонтик и бомба, которую, кстати, пока не применяла, но если нажать на лестницу, то там появляется знак бомбы. Одно действие стоит одну энергию. При этом, когда вы нажимаете второй раз на неиспользованные действия, то потраченная на них энергия возвращается вам в копилку. Также на пятом уровне игрока открывается некий соревновательный режим. Я обычно играю соло и такое не люблю, поэтому не стала дожидаться, пока докачаюсь до него и посмотрю, что там перед выпуском этого ролика. Что же в итоге? Вполне себе хардкорная игра, хоть и немного по другим причинам, чем старые добрые, стратегическая головоломка в режиме реального времени, в которую можно играть без интернета, для того, чтобы скоротать поездку в метро или автобусе. Если любите управление ресурсами и критическое мышление, то эта игра для вас. А у меня на сегодня все. Пока-пока.